Мы с Татьяной вот буквально пересеклись на две минуты, и я спросила, Татьяна, почему вы только с Аликсом говорили, если вы существуете, в общем-то, как дуэт? Видите, объясните, Татьяна, что за... Мастер-класс уже как-то не закончился. Короче, прикинь, там у нас... Татьяна не закончилась? Мы проводили, и интервью было прям вот-вот прочитано. Ну, расскажите тогда уже о дуэте, собственно, о вашем. Здравствуйте. В общем-то, в двух словах на самом деле скажу про дуэт. То, что он образовался абсолютно случайно, наверное, это было бы честно, как все самое прекрасное. И мы все знаем, что элемент случайности, он, как правило, самый такой успешный. Для начала это было такое профессиональное дружеское знакомство, которое вот опять... Вы давно познакомились? Ну, где-то... Скажите... Полгода назад. Да. До этого мы просто работали, каждый сам по себе. Каждый ходил, высоко подняв нос. А потом мы познакомились и стали работать с объездом. Ну, не совсем сразу, раз мы так, да, мы дружили, общались, и пришло понимание в ходе этого общения, то, что, в общем-то, по многим параметрам каждый друг другу симпатичен, именно как профессиональная единица. Ну, мы понимаем, что это все очень субъективно, но я просто со своей стороны скажу, что Алекс мне был крайне приятен, потому что с ним можно было говорить на очень объемные, емкие темы касательно нашей среды профессиональной, касательно дизайна, архитектуры. И не очень. И не очень, ну, не только, конечно. Да, Татьяна, ну вот Алекс, я понимаю, конечно, что, безусловно, это очень привлекательный персонаж, поскольку инженер, архитектор, дизайнер, преподаватель, то есть он закрывает огромное количество вообще проблем. И как партнер, и, ну, как мужчина в каком-то смысле, да, с которым тоже довольно комфортно работать, да, как такой дядя. Расскажите о себе. Ну, да, если говорить про себя, то... Алекс, расскажите о Татьяне. Мне кажется, что если вы ее представите, как-то вы... Как характеризмите, пожалуйста. Да, я, может быть, что-то добавлю. Татьяна, на самом деле, тоже выпускница международного школьного дизайна, да, человек очень творческий, человек, который подходит, если мы говорим о профессиональной нашей среде, да, человек, который очень основательно подходит к процессу созидания, к процессу создания интерьера, его проработки. Очень детально, очень четко, ну, с ней тоже достаточно комфортно, у нее есть свое мнение, и это здорово, да, когда, на самом деле, найти вторую половину для работы в бизнесе, партнера, это большая лотерея, да, и мы ее вообще в лотереях не везет ни разу. Здесь как-то вот сложилось, мы нашли действительно общие точки зрения, мы можем спокойно разговаривать абсолютно на любую мере темы. Ну, а в какой-то стилистической, визуальной, то есть вам нравится вообще, вам нравится то, что вы делаете, Татьяна, вам нравится, видеть, смотреть, рассматривать, то, что делает Алекс, ну, и наоборот, то есть это, мне кажется, да, человек может прорабатывать там, в скорости, какой-то интерьер, но, ну, смотреть, это очень не красиво. Вот такой маленький, большой тест, а что вам нравится здесь, на Мастерке, вот даже, ну, в том доме, который спроектировал, я с Борисом 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 Борисом? Масштаб. Мне нравится масштаб. Масштаб, вот эти большие объемы, и если говорить, почему вот эта коллаборация Тотема с Дачи, он прежде всего удачен. Я, можно сказать честно и откровенно, естественно, мы сначала пробовали, мы просто вот так вот пообщались и подумали, что нам мешает объединиться и попробовать. И достаточно через короткое количество времени, через короткие отрезы, нам стало понятно, что мы очень сильно друг друга дополняем, и подход к работе, эффективность вот в проекте, в проектировании, она, конечно, удваивается, потому что у Алекса максимально много положительных качеств, ну, помимо таких вот, как личных, рабочих персональных, мне нравится то, что, естественно, я очень сильно выигрываю от такого Тотема, но, со своей стороны, я надеюсь, что тоже как вы выполняете, мы у нас единые связки. Я художник, я дизайнер, и у меня тоже, плюс ко всему, строительное образование, оно есть, и большая база художки. И мы вот так вот, скажем так, на моей стороне такая декоративная какая-то художественная нагрузка, и функциональная, тяжелоресная, такая мощная, масштабная нагрузка у нас у Алекса. И, конечно, мы друг у друга учимся, и вот так вот насыщаемся. И вот, Алекс, вам что понравилось здесь? Здесь, на самом деле, мне кажется, можно пройдить долго, но поскольку у нас постоянные мастер-классы, толком обижать ничего не получилось. Первый павильон, ну, интересная керамика, плюс, вы знаете, я люблю обращать внимание на какие-то мелочи, детали, мелочи, какие-то фактуры, которые где-то убраны в уголочек, они особо не видны. Характеризовать стенды каких-то известных дизайнеров можно придраться к любому интерьеру. Может быть, что-то, знаете, что-то такое возникло, и вы куда-то побежали, и вдруг обнаружили себя уже на каком-то стенде, в каком-то... Наверное, нет, у нас, наверное, все-таки выработано уже какой-то такой профессиональный подход. Мы не падаем в обморок от увиденных прекрасных образцов, мы их воспринимаем трезво. Мне понравилась натуральная интеракция, представленная в этом павильоне, очень эффектная. Мне понравилась плитка с эффектом 3D у разных производителей. У меня есть уже какие-то планы по ее реализации, какие-то задумки интересные. Конкретно вот в общей массе... Вообще выставка очень большая. Понравилось, честно говоря, еще то, что запрос у посетителей на посещение этой выставки, он достаточно высокий. Это тоже показатель. Выставка большая, мы не видим нигде по 2-3 человека в пустынных павильонах. Мы просто видим огромное количество людей. Это говорит о том, что эта сфера, она актуальна. Люди приходят, интересуются. Это и поставщики, это и производители, это и просто обычные люди, которые сейчас делают ремонт. Это и те люди, которые выполняют по дизайн проекта совместно с дизайнером. Вот, наверное, вот этот большой размах мне вот тоже понравился. Ну да, я тоже, кстати, я уже давно, несколько лет не была на выставке Мосбилд, и вот в этом году, ну, воля судеба тоже оказалась. Ну, удивили, удивили. Да, и я действительно, я пришла и прям была приятно удивлена, потому что выставка очень изменилась. Она всегда была такой масштабной, такой респектабельной, но она была совершенно другой, да? Изменился, как мне кажется, ее имидж, изменился весь образ и рост. Растут очень там. Да, и дальше вот эта площадочка, да, организованная здесь, она, ну, как мне кажется, люди действительно хотят сегодня больше говорить, больше общаться и не только в онлайне, но и вот именно так вот в офлайн. Да, абсолютно. Потому что, ну, так или иначе, это дает совершенно новой связи, контакты и возможности именно вот такое непосредственное общение. Да, вы, ну, кстати, ваше отношение к выставкам, какие вы для себя считаете выставки обязательными? Ну, такие выставки, они непременно нужны, они даже необходимы, я бы сказала, потому что, как минимум, у них такой образовательный формат, особенно для наших коллег, ну и плюс возможность познакомиться с их, для поставщиков, это возможность показать свою продукцию. То есть, это такое движение, его, нет, я имею в виду, обязательное для дизайнера, что вот какие выставки мы обязательно посещаем. Да, выполнять свою зрительную библиотеку образов, и его необходимо. Да, я тоже считаю, все-таки, ну, большинство дизайнеров наших российских работают в нашей стране, да, в каких-то странах, там, ближнего зарубежья, либо какие-то выполняют проекты на удаленке, я имею в виду, когда объект реализуется где-нибудь в Тюмени, утрирован, да, где-то в Казани. Пожалуйста, обязательно, конечно же, нужно посещать российские выставки, потому что, с одной стороны, здесь мы можем сделать, ну, если мы профессиональный дизайнер, мы можем сделать некий срез и посмотреть, что же поставщик отфильтровал, да, что он выдвинул в масс-медиа, да, что, грубо говоря, сейчас пользуются спросом. Это же тоже своего рода воспитание заказчиков, да, то, что отображается на выставке, то, соответственно, дальше потом и начинает использоваться. Нам нужно и с этой позиции обязательно их посещать, не то, что там что-то увидеть, а увидеть, что представлено, сделать выбор. Соответственно, тенденции мы, конечно же, можем деликатенько влиять на какие-то пожелания заказчика, направлять его в более, ну, правильное, грамотное русло, да, с точки зрения реализации, там, концепции, полной картины. Но все-таки вот этот срез, он дает. Конечно же, если мы развиваемся дальше, мы уже смотреть должны не общий срез, мы должны смотреть на мировые тренды. Соответственно, это известные выставки в Европе. Пожалуйста, кого-то интересует больше свет на свет, кого-то, пожалуйста, интересует мебель, мебель. Я сейчас, например, в силу той же преподавательской деятельности хочу сделать очень такой богатый, насыщенный курс, обучающий по мебели, детальный, с поверхностями, с возможностями обработки. Это тоже интересно. Здесь мне тоже приходится, конечно же, смотреть, посещать, есть ли по производству. Это постоянное обучение. Почему именно мебель? А нет ничего. Чего нет? Нет нигде информации сконцентрированной. То есть тот объем информации, который есть в сети, там, условно, да? Он весь разрознен. Это нужно садиться и перекапывать его, и с какими-то вещами откровенно соглашаться. С какими-то вещами, может быть, брать на вооружение, но подвергать сомнению. Я хочу немножечко, в рамках своего опыта, все это переработать, по этому выставке, опять же, персонифицировано под твои проблемы, под твои задачи, под твой интерес. Их, конечно же, нужно посещать. Вот сейчас, кстати говоря, довольно интересное тоже было выступление. И, ну, в частности, было сказано о том, что действительно сейчас, ну, ритейл, стрит, ритейл, он уходит в день, что, да? То есть все больше и больше людей покупают онлайн. И я только тоже, как потребитель, могу сказать, что действительно я выбираю какие-то вещи, пытаюсь там что-то, да, какие-то предметы выбрать онлайн. Но, честно говоря, ни разу этот опыт у меня не был удачный. Вот не получается, потому что, ну, сложно представить какой-то там табурет, ну, что-то, не знаю, еще что-то в реально пространстве. Как, вот, опять же, как вы с этим справляетесь, вам все время нужно щупать, смотреть, прикасаться? Конечно, конечно. Вы покупаете онлайн, покупаете что-то в проекте? Ну, у нас разные интерьеры бывают, да? И бывают интерьеры, бюджет которых, ну, не сказать, что маленький, но скудный. Реально, да? Скромный. Очень скромный, и здесь, конечно же, поскольку мы работаем, мы знаем какие-то компании, которые готовы предложить какую-то простую, там, мебельную композицию в бюджетном варианте. Мы у них уже трогали. Ну, да, да, но это все равно, это же ваша вторичная история. Практикуете ли вы такую историю, что вот вы что-то увидели? Если это бюджетные интерьеры, и если мы понимаем, что для реализации интерьерных мишеней мы можем купить онлайн предмет мебели, укрыженный, деревянный, который мы потом будем дорабатывать, додекорировать. Что касается дерева, сейчас тоже, благо, вариантов масса, масла, лаки, способы обработки, тогда мы можем спокойно взять онлайн табуретку за тысячу рублей, почитать отзывы, позвонить, задав какие-то там основные вопросы, материал, там не развалятся, утрированно, да? Прямо вот так. Ну, это все-таки лучше... Ну, вполне, это бюджет, конечно. Частенько вы это делаете, покупаете незнакомые какие-то продукты. Ну, вы знаете, 50 на 50 все-таки, да? Да, особенно если это большие интерьеры коммерческие, там, в общем-то, много чего подбирается онлайн, но, опять же, тут в связке с тем, что мы, на самом деле, этот материал наблюдали, видели, щупали, трогали, и многие-многие-многие позиции мебельные мы их уже зрительно тоже видели вживую. И заказчику предлагаем в онлайн-формате, разумеется. Как правило, он доверяет и, в общем-то, видит уже финальную картинку в интерьере, и жалоб, в общем-то, не было. Бывают проколы, но вот на самом деле, скажу, как есть, да? Был у нас тут один объект. Самая интересная всегда. Бежевненький объект, общественный интерьер, я не помню, зона... Зона кухни. Нам нужны были такие барные стойки. И что вы делали? Что за общественный интерьер? Это школа обучения. Школа обучения, офис, ну, офисная, да, по большей части, для определенного отдела. И нужна была зона кухни, нужны были столы, вот эти вот банальные столы, да, в стиле лофт, трубы квадратные, столешницы сваренные, там, все это дело, лежит все прекрасно, от прошированное дерево, покрыто лаком, маслом, все классно. Все, вроде бы решили сделать эту позицию заказной, с самого начала. Все прекрасно, все нормально, все классно. Бюджет съели, ребята, нет, столы такие не пойдут. Очень дорого, ищите варианты. Мы кинулись в интернет, окей, гугл, столы для лофта, столешни, искать, все это, перерыли, вообще, просто море, здесь не подходят к габаритам, здесь слишком короткие. В итоге мы купили за какие-то смешные деньги. С каким? Девять, да, по-моему, столб. Стул, да. Один столб был в районе девяти тысяч. Такой длинный? Метр двадцать на шестьдесят, или на сорок пять. На сорок пять. Отечественного производителя. Отечественного, да, производителя лоханулись по полной, потому что, когда ты сидишь на барном стуле, стол тебе вот здесь. Ну, если честно, это было очень смешно, мы, конечно, когда приехали, это наш прокол. Нет, нет, когда они приехали, а подождите, но когда вы выбирали, вы же видели высота, мы можем... Мы видим. Это не муанс интернета, там было немножко... Какое, расскажите? Давайте я расскажу. Это нюанс, не все размеры даны. Да. И здесь все-таки, когда мы понимаем высоту, например, подоконника, и нам нужно столешницу в этом уровне, окей, вопросов нет. А когда есть стул, который регулируется, есть человек, у которого тоже рост немножечко, да, варьируется, какое брать? То есть это, с одной стороны, те вещи, которые дизайнер хорошо по им узнать, да, какое должно быть соотношение, разница, но не всегда это бывает полезно, да, не всегда это бывает вообще возможно, потому что у нас не было высоты этих ножек. Нет, мы-то там вышли из положения, мы эти ножки в итоге потом отпилили, сделали чуть ниже, все прекрасно стало, но это был такой вот прокол. И заказывая, да, онлайн, мы не можем видеть полный спектр всех размеров, там, каких-то нюансов, и вот такие вещи, конечно, могут случаться. Самое главное соблюдать трезвость, спокойствие, без психов, если там, ну, это, да, когда это твой прокол, нам простили, но если бы даже на нас стали обрушать голос, в принципе, это заслуженно. Да, и нужно, ну, немножечко так, выстоять это все, выслушать. Да, если бы они были очень низкими, эти столики, наверное, было бы больше. Было бы хуже, да. Я думаю, что бы придумали. Да, интересно, но, то есть все-таки, но 50 на 50, это все же очень большой процент, даже если учесть, что 25 это знакомые уже какие-то производители, знакомые продукты, но 25 это всегда такая зона риска. Все-таки жилые интерьеры, они больше, скажем, подходят тщательнее к выбору. И заказчики, да, и дизайнеры, здесь можно взять небольшой тайм-аут, потому что нет аренды. Тебя не гонит заказчик и говорит, давай, скорее, мы понедельник должны выйти, все, чтобы было покрашено, уже все привыкли. Можно потратить время, выехать по шуму, можно сесть, да, все время приехать. Здесь вот эта гонка в хорошем, как правило, не заканчивается. Мы, конечно, не понедельник на вот эти мониторы. Насколько это возможно, конечно, да, поэтому стрессовые ситуации стараемся нивелировать. Где-то я скипаю, и Таня меня так осаждает. Очень хорошо, за что и спасибо, где-то пухает наоборот. Поэтому это плюс работы в паре. И большой плюс, когда один устал, но утомился устроенно, то второй приходит на помощь. Работает нам че. Я очень ценю работу в команде, мне кажется, это всегда умножить на 2, это не плюс, а прям дает колоссальный результат. Очень много такие командные проекты. Ну, такой вопрос, вот, кстати говоря, многие поставщики, ну, всегда меня спрашивают. Я тут перелистывала тоже свои какие-то записи и нашла, чуть ли не 9-летней давности задачу. Я хотела сделать такую рубрику. Она называлась бы «За что вы нас любите?», то есть поставщики, попрошающие, да? Как нам с вами подружиться, как нам с вами... Мы можем час про это говорить. Да, ну, расскажите, у нас время есть, нам сказали, что до пятницы совершенно свободны. То есть вопрос, за что мы любим конкретно... Да, так, поставщики спрашивают, ну, что нам делать? Нам нужно как-то специально одеваться как дизайнеры, нам какие-то как-то что-то вас... Не знаю, кормить, поить, задаривать, что делать, чтобы вы... Почему вы выбираете того или иного поставщика? Ну, вы знаете, наверное, тут скажу достаточно просто. Конечно, про можно говорить очень много, как сказал Алекс, но... Самое первое... Скематичный желательно. Ну, самая первичная, все-таки, наверное, обязательность, она во всем проявляется. Как в предоставлении услуг, как в сервисе и, в общем-то, и в своих обещаниях. И также организация. Ну, это, понятно, к вопросу построения внутреннего бизнеса, но это как и в жизни организация. Ну, то есть это такое хорошее партнерство, правильно? То есть все, что предполагает партнерство, понятие, оно для вас на первом месте. Да. Пожалуй. Или как? Я потом дополню просто, да, вещай. Ну, это как абсолютно... Ну, понятно, он говорит, ну, ты же девочка, у тебя... Да? Ну, вот я, со своей стороны, говорю, что очень важно, когда поставщик, производитель, он очень организованный. И, естественно, это распространяется на его ответственность, на выполнение обязательств. И обещаний в том числе. Ну, опять же, да, мы вернулись к пресс-контакту. Да, вот к этому принципу. Вот это важно. Да, окей, дальше. Вы знаете, наверное, что еще очень важно, поскольку сейчас идет такое прям повальное разрастание различных аккаунтов, представляющих поставщиков в интернете. Уважаемые поставщики, не называйтесь, пожалуйста, в соцсетях Наташа Лестница. Мы работаем не с лестницами, мы не работаем с керамогранитой, мы работаем с людьми. Мы знаем либо менеджера, либо генерального директора, мы работаем непосредственно с ними. Вот это очень важно. Если вы хотите, чтобы мы с вами работали, про качество вашего товара мы уже узнаем потом, да? Канты. Конечно же, вам нужно посещать мероприятия для дизайнеров. Вы должны быть для нас на виду. Вы не должны быть человеком, который где-то прячется, которого нужно искать. Если у вас много работы, окей, тогда вам, в принципе, и дизайнеры не нужны, да? Но если вы хотите, чтобы с вами полноценно работали, посещайте все мероприятия. Мы должны вас знать. И не нужно при первой встрече бежать и говорить, что купи у меня паркет. А я паркет. Как, как, надо бежать, что говорить? Да, надо просто один раз представиться, посещать мероприятия. Постепенно. У нас же тоже есть сарафанное радио, да? Среди дизайнеров. Мы все друг друга знаем. Если мы очень часто друг к другу обращаемся, когда сталкиваемся с тем, что нам что-то нужно оперативно. Мы можем сейчас открыть телефон и начать просто по алфавиту обзванивать. А опять партнерство? Партнерские отношения, да, абсолютно открытые. Мы готовы работать, когда это качество, когда это деликатность, когда это воспитанность. Не надо нас поить, кормить. Сделайте нам хорошую лекцию в удобной локации. Да, пожалуйста. Приехать там 30 километров от Москвы в 11 часов. Вы приедете к нам на бизнес-завтрак? Нет. А у нас будет просека. Прекрасно. Но мы не поедем. У нас тоже работы достаточно много. Потом что смотреть? Цех? Сделайте какую-то презентацию. Интересную с точки зрения технологий. Как это все производится? Почему вы? Почему не Вася? Это тоже важно. Вы должны быть, конечно же, открыты с нами. Ну, дальше в рамках выставки Маусбилд я вот видела, что на стендах сегодня происходят такие лекции, я так понимаю, образовательные. И людей довольно много. Меня это даже удивило. И все сидят внимательно слушают. Я сама знаю от своих друзей, дизайнеров, конечно же, что они с удовольствием поедут слушать про радиаторы. На самом деле, слышал не раз, чем просто как-то пить просека и есть там утку пекинскую. Да, это именно так. Это именно так. Потому что у нас это не элемент отдыха. Мы все равно едем на какие-то мероприятия. Да, мы переключаемся от вот рутины, да, работы с, я не знаю. Когда мы реализуем проекты, я имею в виду на бумаге, да, когда мы вычерчиваем планировочные решения, отставляем мебель, все там планчики, спецификации. Когда мы едем на авторские надзоры, тратим на этот день, потому что нам очень важен стык деревянного накольного покрытия с керамогранитом. Мы стоим над этими рабочими, и чтобы у нас все было ровно. Ну, опять же, да, здесь мы переключаемся. Мы хотим приехать и послушать для нас полезную информацию. Для нас. В коллекции много, нюансы. Вот это важно. Вот это интересно. И мы действительно с удовольствием бы на такие мероприятия ходили, их нет, к сожалению. Их ноль. В смысле? Их очень мало. Такие такие мероприятия, которые... Вы вообще в 12 лет в отрасли, да? Да. Смотрите, вот каждый день, ну да, вот мне, да, и вот после этой нашей сегодняшней очередки, я думаю, что у меня тоже Наташа лестница, Паша забор, там, мне просто забросают. Классика жанра. С запросами, друзья, да? И, естественно, я все эти запросы отри, ну да. Но, тем не менее, вы ходите, да, вы продолжаете постоянно учиться, вы ходите, вам что-то интересное. Куда, какие удачно, успешные мероприятия были в последнее время? Расскажите вот о них. Слушайте, ну, конкретные вот такие прям мероприятия, наверное, не назову. В основном, конечно же, это, ну, вот выставки, да? Здесь, конечно, сконцентрировано. И то, мы, наверное, с вами вместе сидим, и, наверное, процентов 90 не знаем, где что происходит. И куда бы мы... Да, вообще вот, наверное, мы в билде, да? Куда бы мы сейчас с удовольствием просить все, побежали бы послушали. Ну, так, да, кто-то видит, да, эти мероприятия, кто-то их не видит. В большинстве случаев мы посещаем те мероприятия наших же партнеров, с которыми мы работаем. И мы, ну, какие-то мероприятия, нам просто приятно прийти, потому что мы с удовольствием работаем, у нас нет проблем. Это просто приятно пообщаться с людьми, да? Это может быть где-то и проявление уважения с нашей стороны, а где-то и просто действительно элементарное человеческое соскучилось. Потому что не было долго совместных проектов, там, да, по каким-то вариантам материалов. По кому скучаете? Да нет, в последнее время не по кому. Со всеми часто видимся, целуемся. Ну, с кем вы вообще работаете? Кто составляет вот ваш пул, да, постоянных партнеров? Те компании, которые, грубо говоря, вы любите, доверяете? Ну, почему бы и нет? Ну, тут, наверное, будет откровенно и честно озвучить то, что скорее это все-таки такие некрупные мастерские и компании. Ну, это такой малый бизнес и, естественно, мы уже как-то вот, у нас очень такой узенький, маленький диапазон. Это связано с вашими проектами? Вообще в каком консульменте вы работаете? Что это? Премиум, люкс? Там, каналы. Разные, ну, в основном. В основном. Нет, очень разные. И не бывает, вы знаете, даже бывает так, когда мы на первый взгляд очаровываемся и думаем, что, ну, вот, наверное, сейчас будет очень классный, вкусный проект. И заказчик так, вы знаете, заказчик, он не любит, на самом деле, признаваться в том, что он не то чтобы немножечко ограничен, а очень сильно ограничен в бюджете. Это, собственно, как и расписаться в том, что, ну, так вот есть некоторые трудности в компании. Поэтому все себя сначала позиционируют, что, да, я вот хочу такой проект, вот это, и у нас будет это, и это, и это. Но, понятно, это все потом упирается в бюджетирование, в смету, и очень много чего у нас отваливается. И там такой опять подход, как говорил Алекс, в итоге локально, очень так выборочно у нас присутствуют какие-то дорогие элементы, архитектурные или какие-то решения и предметы мебели. В основном все-таки ваши поставщики – это небольшие компании, это, не знаю, условно, там, какие-то столярные, мастерские, еще что-то. Но тоже с ними, на самом деле, нужно уметь работать, и мне кажется, это довольно сложно, не все туда идут, предпочитая, там, купить какой-то, ту же самую Китай, сбегав там, не знаю, посмотрев его в Warplay еще где-то. Ну, это, мне кажется, то же самое, как найти своих строителей, да, это нужно перепробовать несколько вариантов, и с какими-то людьми происходит такой благоприятный резонанс в общении, когда, в принципе, для тебя есть какая-то грань уважения, когда ты не будешь звонить человеку после девяти, да, но бывают такие люди, когда ты начинаешь работать, если стрессовая ситуация, ты можешь в десять, в одиннадцать, в двенадцать позвонить, и здесь ты понимаешь, что человек с тобой в одной лодке, он готов грести туда, куда ты покажешь, максимально деликатно прислушиваться к твоим просьбам, и если где-то ты уже начинаешь что-то там перешагивать какие-то рамки, он немножечко это тоже демпингует и возвращает тебя к реальности. Здесь, опять же, такое человеческое общение, мы, ну, блокноши, наверное, да, своих таких основных, это небольшие компании, и, как правило, мы все-таки общаемся напрямую с руководителем, конечно же. И это всегда проще, чем вот это вот испорченный телефон, менеджеры, когда часто достаточно руководитель, руководитель очень лидит за свою компанию, он ее развивает, он не спит ночами, он продумывает, как ее развивать, и приходит какой-нибудь менеджер, который все это рубит на корню. Вот мы работаем напрямую с руководителями, и, как правило, это срабатывает только в плюс. Кстати, здесь вот среди зрителей есть руководители, мне вот интересно. Да, вот у нас руководители, да, слушают внимательно, спасибо. Да, пожалуйста, вы подойдете, да? Меня зовут Марат, у нас столярное производство. Вот как раз Алекс говорил, что можно сделать собрание, встречи и что-то рассказывать про производство. Конкретный вопрос. Что вам было бы интересно послушать о столярном производстве? Готов в течение двух-трех месяцев сделать такую презентацию и вам рассказать о производстве мебели, эксклюзивной, которую мы делаем. Сделайте срез по производству. Не надо говорить про стиле, не надо показывать нам вензеречки, да? Расскажите нам, с какой мебелью вы работаете. Расскажите основной состав мебели. Если это массив, массив. Финишная обработка какая? Чем? Если это МДФ, какое покрытие? Шпанированная пленка эта. Если это ЛДСП, более такой вариант, да, соответственно, работаете вы с ним, какие варианты могут быть? Плюсы и минусы одного, второго, третьего. Вот это как раз, да, по корпусной мебели. Для тех же дизайнеров это будет систематика. Они, когда с заказчиком будут разговаривать, они не будут говорить на языке. Ну, это такой классический комодик. Классический из чего? Массив, соответственно, стоимость будет от того-то. МДФ, соответственно, шпанированный подороже. Пленочки, какая пленочка, дешевенькая. Вот это интересно. Вот это интересно. И еще одно. Можно я добавлю? И очень хочется сразу, да, изначально понимать от каждого, особенно там, по столярке, ваши преимущества. То есть, помимо того, что хотелось бы, чтобы вы их озвучили, да, в чем ваше преимущество, но и могли бы показать. И когда вот есть возможность это посмотреть, что-то увидеть и услышать. Ну, смотрите, у нас большое столярное производство в городе Можайске. Мебельная фабрика Кузнецов. Мы 22 года на рынке. И у меня один такой вопрос. А если мне делать такие собрания в Москве и, ну, как бы не выступать, а просто позвать дизайнеров один день к нам на производство, утром их переодеть, и мы начинаем что-то производить? Ну, не факт, что к вам поедут. Ну, вы бы поехали бы прям? Не могу сказать, потому что занятость, правда, очень... Я знаю, ну... Просто время жалко. Вот время жалко тратить день. Не то, что это тяжело ехать далеко, ой, нет, как же... Нет, просто жалко время. И даже формирую, например, списки заранее, да, как правило, случается так, что реально едет 30% от записавшихся. Спасибо. Реально. И то половина там каких-то, да, кто опоздал, кто не успел, кто не доехал. Ну, правда, время просто жалко. Алекса, мы вот, кстати, с моей подругой Анной Медлевой, но мы победили в конкурсе, в одном из конкурсов. Мы ездили в Польшу в прошлый годок, и там три дня торчали там на производстве, и там три дня. Поездка за рубеж сейчас совершенно другое. Это дизайнерами воспринимается как мини-отпуск. Но мы делаем так, что у нас тоже будет хорошо. Ну, смотрите, я со своей стороны добавлю, тогда, наверное, должна быть такая составляющая, как какая-нибудь завлекуха, и некий такой какой-то бонус, который можно унести с собой, утащить. Ну, понятно, я утрирую, может быть, скажу, ручка, да, но мы должны понимать... Ножка. Ну, не знаю, ну, может быть, кусочек вопроса... Ну, это, наверное, вопрос по маркетингу, да, больше. Вот подумать, чтобы дизайнер был готов потратить целый день на... Ну, конечно, мы сездаем, там, например, комок. Может быть, какую-то систему скидок предоставить, да, за счет вот этой поездки, ну, вот как-то вот в этом плане. Ну, в общем, кто из дизайнеров хочет, я приглашаю к нам на производство. Провести весь день, да. Спасибо, Марат, огромное. Да, спасибо большое, друзья. Если у вас есть еще вопросы, Татьяне, Салис, у нас одна минута, да? Да, и, пожалуйста, задавайте этот вопрос. Кто готов? А, да. Вы идете, да, к нам? Да, я. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Карина. Здравствуйте. Я представлю компанию HomeHit. Мы занимаемся радиаторами и отоплением. И, на самом деле, вот у меня, может быть, немножко будет похожий на вопрос, как вызывал коллега Марат, но мне вот интересно, какое есть сообщество дизайнеров, архитекторов? Слишком белым кармажем. Вот вы идите, ходите там по мероприятиям, вот мы готовы, например, ходить. А где есть какой-то вот список информации, где узнавать, где вас можно выловить, ну, в хорошем смысле, металлского слова, поознакомиться, пообщаться, подружиться. Потому что, на самом деле, у нас есть вот целый отдел по работе с дизайнерами, архитекторами. И нам действительно тоже важны и ваши проблемы. Мы хотим, по сути, что вам интересно. Какие у вас есть задачи там в отоплении, в конвекторах, радиаторах и так далее. Вы готовы тоже развиваться в этом направлении? В общем, где какая-то есть площадка, где можно черпать информацию, следить за вами, за дизайнером. Спасибо, Карина. Отличный вопрос. Ну, смотрите, интернет не стоит на месте, развивается, да, и реально всю информацию мы черпаем, в принципе, в соцсетях. Да, конечно же, какие-то более интересные мероприятия, более статусные. Нам приходит рассылка на почту. Откуда придет эта рассылка, мы уже не знаем. Мы уже, честно говоря, перестали, ну так, делиться своими визитками. Потому что от количества спама за день, скажем, мы даем визитки только тем, с которыми мы действительно планируем работать, да, потому что количество спама за день, его вы себе представить не можете. Это огромное количество, и в нем постоянно теряются важные письма. Фейсбук тот же, тот же Инстаграм. Забивайте сообщество группы для дизайнеров, добавляйтесь туда. Да, какие-то информации выкладываются в одних группах, какие-то в других группах. Все это вылезает в ленте, и мы, в принципе, все там достаточно активно листаем. Кто-то кому-то скидывает ссылки, кто-то кого-то приглашает. Здесь, опять же, мы должны, как дизайнеры, знать, с кем мы должны общаться из поставщиков. Вот, ну, кто вы, да, там, руководитель, что представляете. Соответственно, и всю информацию, есть какая-то даже отдельная группа событий для архитекторов и дизайнеров. Что-то такое, конечно. Есть события, есть группа по интересам профессиональной, она так там и называется, вот как-то конкретно сейчас не вспомню, но мы просто давно висим на этой группе. Она именно для дизайнеров и архитекторов, и, на самом деле, производители, поставщики, они часто подключаются, присоединяются к этим группам и, в общем-то, наблюдают вот эту информацию. Да, Facebook, интернет, в общем-то, хэштеги, Instagram наш любимый. Все это, на самом деле, очень быстро распространяется, заполняет эфир, и это очень эффективно и работает. Друзья, спасибо большое за ваши ответы, коллеги, спасибо за вопросы, очень важные, и я хочу вас еще раз поблагодарить. Спасибо огромное, приятно вообще на профессиональном языке общаться, здорово, правда.